Долгое время считалось, что защититься от баллистических ракет невозможно, ведь они представляли собой угрозу, которую нельзя обнаружить заранее. Однако в Советском Союзе смогли создать эффективный противоракетный щит. Рассказ об этом в фильме «Оружие». В 20-е-30-е годы прошлого века, период между двумя мировыми войнами, инженеры и ученые разных стран занялись исследованиями в области реактивного движения. Особенно энергично эти работы велись в США, Великобритании, Германии и Советском Союзе. Благодаря усилиям отдельных энтузиастов и целых коллективов были созданы ракеты различных типов с двигателями на твердом и жидком топливе. Самых серьезных успехов добились немецкие конструкторы. В Третьем Рейхе были разработаны, испытаны и внедрены в серийное производство самолеты-снаряды, баллистические ракеты дальнего действия, оперативно-тактические и зенитные управляемые ракетные системы. Наиболее известными и массово применяемыми в ходе Второй мировой войны стали самолеты-снаряды Фау-1 с пульсирующими воздушно-реактивными двигателями и баллистические ракеты дальнего действия Фау-2. Впервые в истории это оружие использовалось для решения стратегических задач. Даже самые совершенные истребители-перехватчики того времени не могли бороться с немецкими баллистическими ракетами. Радиолокационные станции, своеобразные глаза системы противовоздушной обороны Соединенного Королевства не могли заблаговременно предупредить об угрозе ракетных атак. Германское чудо оружия, начиная с июня 44-го года, на протяжении долгих месяцев уничтожала Великобритания. Это не помогло Гитлеру выиграть войну, но разрушительные силы баллистических ракет и невозможность их перехвата заставили правительство великих держав бросить крупные научные силы на разработку систем предупреждения о ракетном нападении и создание средств поражения, так называемых противоракет. Превращение бывших союзников по антигитлеровской коалиции в противников и начало холодной войны ускорили этот процесс. После 1945 года в мире развернулась настоящая гонка ракетных вооружений. В августе 1953 года с мыса Канаверал в США стартовала баллистическая ракета «Рэдстоун». Она была создана коллективом конструкторов под руководством отца немецкого ракетостроения Вернера фон Брауна, который попал в плен к союзникам. Испытания прошли успешно и Вашингтон приняла решение о размещении ракет на американских военных базах в Западной Европе. В Советском Союзе над созданием ракетного оружия работали лучшие ученые во главе с Сергеем Королевым, Валентином Глушко, Борисом Чертоком, Владимиром Челомеем. Одновременно советские специалисты быстрыми темпами создавали новую систему противовоздушной обороны. Соединенные Штаты могли позволить себе роскошь не задумываться над решением подобной задачи. Тысячи километров, разделявших Советский Союз и американский континент, делали территорию США недосягаемой для угрозы нападения с воздуха. В тот период времени боевых средств с таким радиусом действия в мире просто не существовало. Первой в мире системой противовоздушной обороны нового поколения стала зона ПВО Московского промышленного района. Она включала в себя радиолокационные станции «Беркут» и зенитно-ракетные комплексы С-25. Очередным шагом должно было стать создание системы противоракетной обороны. Однако смерть Сталина, арест заместителя председателя Совета Министров СССР Берия, который курировал эти проекты, привели к тому, что темпы работ в этом направлении резко снизились. Тем временем Соединенные Штаты достигли заметных успехов на пути совершенствования своих баллистических ракет и угроза из гипотетической превратилась в реальную. Летом 1953 года начальник Генерального штаба Советских Вооруженных Сил маршал Соколовский обратился к министру обороны Булганину с просьбой разъяснить членам Политбюро всю серьезность ситуации. Однако партийные руководители были заняты куда более важным делом – дележом сталинского наследства. После постановки на боевое дежурство системы ПВО Москвы С-25 ряд высших чинов Советской Армии обратились в ЦК с открытым письмом с просьбой рассмотреть возможность создания системы противоракетной обороны. Заведомо было известно, что развитие средств нападения идет в направлении создания баллистических средств доставки и озабоченность маршалов была вполне очевидной. Осенью 1953 года внутриполитическая ситуация несколько стабилизировалась. Новому лидеру страны Никите Хрущеву удалось консолидировать вокруг себя партийную и государственную элиты. Теперь он смог обратить внимание на военные проблемы. В Кремль для обсуждения вопросов противоракетной обороны были приглашены ведущие ученые страны, представители оборонного комплекса. КБ номер один, крупнейшее конструкторское бюро в стране и главный разработчик систем противовоздушной обороны во главе с Александром Расплетиным скептически отнеслось к идее создания надежной системы противоракетной обороны. Такого же мнения придерживались крупнейшие ученые Мстислав Келдыш и Сергей Королев. В сложившейся ситуации ответственные работники Центрального комитета партии решили прибегнуть к проверенному методу. Работы над системой противоракетной обороны поручили ученым, которые скомпрометировали себя связями с врагом народа Лаврентием Берием. Логика была проста. Сделайте новое оружие, вас реабилитируют. Вскоре при КБ номер один была создана специальная лаборатория для изучения проблем противоракетной обороны. Ее возглавил Григорий Кисунько. Кисунько Григорий Васильевич генеральный конструктор первой советской противоракетной системы, герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии, член-корреспондент Академии наук СССР, генерал-лейтенант. Первые же исследования показали, что работы нужно начинать с изучения радиолокационных свойств баллистических ракет. Эксперименты подобного рода прежде не проводились. О том, какова отражающая поверхность головных частей ракет, никто не задумывался. Помочь мог лишь Сергей Королев, который к тому времени стал главным специалистом страны в этой области. Но он заявил, что не допустит посторонних на полигон Капустин-Яр и не раскроет им никаких секретов. Возникла щекотливая ситуация. Из-за упрямства разработчиков баллистических ракет ставилась под угрозу обороноспособность страны. И только вмешательство главы Министерства оборонной промышленности Дмитрия Устинова помогло специалистам КБ номер один попасть в Копьяр, где летом 55-го года шли испытания первой отечественной баллистической ракеты Р-5. К этому времени руководство страны уже четко осознавало масштаб угрозы, которую представляли собой баллистические ракеты с мощными ядерными боеприпасами. ЦК партии требовал от Устинова повысить темпы работ. Министр оборонной промышленности всеми доступными методами воздействовал на конструкторов. В частности, после возвращения с полигона Капустин-Яр, Устинов предложил Григорию Кисунько построить на трассе пролета советских баллистических ракет наземный экспериментальный комплекс. Здесь могли проводиться исследования по дальнему радиолокационному обнаружению, сопровождению и уничтожению головных частей. Вопрос о том, можно ли обнаружить баллистическую ракету на старте и в полете, долгое время оставался открытым. В августе 1955 года группа Кисунько приступила к разработке специального радиолокатора, способного обнаружить отражение от баллистической ракеты. Принцип его работы основывался на методе трех дальностей, то есть получения точных координат летящих ракет при помощи замеров из трех географически удаленных друг от друга точек. Одновременно по встречному курсу на цель наводилась противоракета. На расстоянии 100 километров друг от друга устанавливались три радиолокатора, они назывались радиолокаторами цели. И путем засечки координат определялось с помощью выслительной машины, которая была в составе комплекса координата цели. 3 февраля 1956 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли совместное постановление о противоракетной обороне. В нем были указаны основные контуры будущей системы. Установить экспериментальный комплекс ПРО с локаторами точного наведения решили на одном из колец уже созданной системы противовоздушной обороны Московского промышленного района. Пусковые установки противоракет планировалось разместить с таким расчетом, чтобы уничтожать головные части баллистических ракет противника на расстоянии не ближе 85 километров от столицы. Были определены и сроки строительства экспериментального комплекса противоракетной обороны, получившего обозначение «Система А». В его состав должны были войти главный командно-вычислительный пункт с центральной вычислительной станцией, три радиолокатора точного наведения, станция визирования ракет и пусковые установки противоракет. Главным конструктором системы «А» был назначен Григорий Кисунько. Противостояние СССР и США во времена Холодной войны происходило не только на Земле, в воздухе и на море. Оно перенеслось и в космос. Угроза нападения из околоземного пространства рассматривалась обеими сторонами как вполне реальная. Продолжение рассказа о первых советских системах противоракетной обороны в следующем фильме «Оружие».